Начинаешь работать с этой категорией людей, нуждающихся юридической помощи, понимая, что это действительно особая категория. Люди испытывают острую боль, у них тяжелое моральное состояние, потому что они понимают, что болезнь оказывается уже находится на последней стадии и довольно-таки быстро проникаешься ими проблемами и стараешься успеть помочь им для того, чтобы в какой-то степени помочь им справиться с этими страданиями, облегчить эти страдания. И когда, зная о том, что этот человек имеет право на освобождение, закон предусматривает такое право, и когда с ним оказываешься в судебном заседании, то всегда с недостатком умением смотришь на реакцию председательствующего, судей, который ведет процесс, и на поведение прокурора, как правило, безучастное поведение. Отношение такое, что нас сюда позвала работа, надо быстренько соблюсти процессуальные какие-то моменты, и поскорее дело закрыть. То есть для нас все ясно, мы не желаем уникать никакие ситуации, документы. И когда ты пытаешься их разбудить, когда говоришь, вот смотрите, документы говорят о том, что человек уже, по сути дела, при смерти. Вот вам пояснение лечащего врача, который тоже довольно-то порой эмоционально говорит о том, что да, я не знаю, что с ним делать. Человек при смерти, и в наших условиях мы не обладаем ни квалификацией, ни условиями для того, чтобы ему оказать экстренную какую-то помощь. В случае, если, например, кровотечение откроется, нужно срочно будет его транспортировать в специализированную городскую больницу. А это согласование, это нужно с руководством решить вопрос и с транспортом, и с конвоем. А это все время, в результате больной просто у меня на руках может умереть. И вот когда и сторона защиты, и сам осужденный, и врачи эмоционально пытаются достучаться до судьи, и очень часто мы видим, что вот она как маска равнодушия у нее на лице оставалась в начале процесса, так она ее и не снимала. И очень часто судья, да, она понимает, что закон позволяет освободить ей, и она сейчас вершитель судеб. Она либо человек, который способен освободить человека, продлить ему жизнь, либо она палач. И она начинает искать другие какие-то основания для того, чтобы каким-то образом показать, что были основания не освободить, начинает копаться в документах, не имеющие отношения к рассматриваемому делу. К примеру, заново изучать приговор, на основании которого человек отбывает наказание. Сдавать нелепые вопросы, к примеру, а что побудило вас совершить преступление? А вот у вас есть дочь малолетняя, а почему она вас не остановила в совершении данного преступления? Пытаешься вставать и говорить, ваша честь, эти обстоятельства уже исследовал суд, который выносил приговор, на основании которого надо было доказание. Давайте вернемся к существу нашего ходатайства, который говорит, вот документы, указывающие на то, что человек находится в опасном жизненной ситуации, вот показания лечащих врачей, давайте принимать решение. Но, тем не менее, равнодушно выносится решение, подкрепленное доводами прокурора, который говорит, мы считаем, нет основания для освобождения. Немотивированно заявляет, ничем не обосновывает. И судья слез за ним и говорит, что оснований нет для освобождения. Очень хорошо. Отлично.